приветствую путник сегодня будет две небольших истории с реддита переведенный на русский язык участникам рокопедии под никнеймом гвоздеглаз первая история называется долгая поездка все чего я хотел съездить на побережье не думаю что многого просил я начал поездку как минимум восемь часов назад а конца пути не видать до сих пор пожалуйста не поймите меня неправильно я люблю поездки я люблю путешествия мне нравятся холмистые просторы между юджином и флоренсом проблема в том что поездка должна была быть около полутора часов и это самое большее спустя два часа я начал подозревать что-то неладное это был прекрасный день почти вся прошлая неделя была непроглядно дождливой но сегодня был ослепляющий солнечный день казалось что мир просто утонул в зелени посвежевший после вчерашнего ливня я подумал что сегодня подходящий день для пляжа конечно в это время года в орегоне прошло время теплых деньков но все же думал я было бы чудесно выбраться из-за стачертевшего дома и побродить немного снаружи что я могу сказать сейчас я точно не дома и отдал бы что угодно чтобы вернуться в свою постель после примерно трех часов я начал нервничать я не видел других машин на дороге я не видел ничего ни поворотов ни перегрестков ни заправок ни знаков сначала еще подумал что езжу кругами подобрал для ориентира дерево с необычным силуэтом решив проверить через какой промежуток времени я его повстречаю больше этого дерева не видел я вроде был внимателен но ландшафт не повторился ни разу словно кто-то взял полутора часовой отрезок шоссе и как-то присобачил его к дороге на канаду после трех с половиной часов этой поездки становившийся все чудесатее я увидел синий автомобиль он ехал противоположную сторону у меня ёкнуло сердце и я вдавил тормоз меня занесло при торможении пока я пялился на удаляющиеся габаритки в зеркало заднего вида сердце стучало оглушительным молотом я крутанулся на 180 градусов и последовал за первым за последние три с половиной часа признаком человеческой жизни автомобиль был как на ладони но все же ехал быстрее чем я что странно казалось он ускоряется с той же скоростью что и я из-за этого казалось что мы едем с одинаковой скоростью я отмахнулся от этого списав все на уставшие глаза и нервозность от странного шоссе на которое свернул по ошибке однако вскоре за очередным дорожным изгибом автомобиль просто растворился больше его не видел не знаю что еще делать я продолжу свою поездку уже восемь часов как я выехал из юджина и четыре с половиной с тех пор как развернулся я должен был увидеть хоть что-то что-то отличное от бесконечного извилистого шоссе тянущегося по бесконечному лесу вихляющего и петляющего то вверх то вниз то кругом и на всем этом пути не было ни единого следа оставленного человека чувство разочарования злости и тревоги расцветало темным комком моей груди синий автомобиль был маяком надежды и стоило мне подумать что возможно я не одинок на этой странной магистрали как он ускользнул мой плейлист любимых песен закончился и начался заново чего не происходило с момента его создания то что я слышу те же песни второй раз за день давила на меня непривычностью и всеобъемлющей странностью той ситуации в которую меня занесло более того в музыке словно слышалось насмешка какая-то скрытая издевка где-то после седьмого часа поездки мир перед моими глазами начал размываться приходилось стряхивать голову чтобы сохранить хоть какое-то подобие концентрация трудно не поехать чердаком долгое время втыкая в одно и то же дорога и лес и так туеву кучу раз не было ничего нового насколько я видел как не было ничего нового и в музыке льющийся из моих динамиков насколько я слышал я подумал что рехнулся наверное работая школа давили мне на мозги так долго что с тихим хрустом их просто не стало а я остался наедине с самим собой среди бесконечной петли дороги и леса леса и дороги и песен которых тянуло блевать наверное это сигнал что пора заканчивать наверное я должен сам разобраться с однообразием просто повернув руль слететь с дороги из первым же встречным деревом наконец-то все будет кончено в этот момент я обмазал по тормозам и остановился под пронзительный виск шин я что только что всерьез раздумывал съезжать не с дороги или нет похоже мне пора отдохнуть прошел час и вот я здесь посреди дороги с включенной аварийкой стоит моя машина если хоть кто-то проедет поблагодарю бога и отправлюсь вместе с ними прямиком цивилизации никогда больше не поеду в одиночестве у меня не так много друзей но если бы я до них дозвонился мне бы помог каждый второй больше никогда не захочу одиночество я ненавижу тишину и ненавижу эту музыку что уже слышал больше же я нихрена не загрузил я ненавижу дорогу и ненавижу лес и не важно куда бы я взглянул повсюду гребаный лес и асфальт я просто хочу увидеть что-нибудь еще пялился на свой автомобиль полчаса потому что мои глаза болят физически болят из-за того что я часами смотрел на одно и то же еще одна странность солнце словно намертво прибито к небу автомобильным часам уже 17 00 однако солнце все еще высоко уже должно быть темно уже должен быть дома впрочем я напечатал это на телефоне пытаясь сохранить рассудок не уверен что получилось не знаю увидит ли это кто-нибудь телефон не ловит сеть но я все равно попытаюсь запустить возможно это сообщение пробьется в онлайн я лягу в машине и усну надеюсь когда я проснусь все это обернется дурным сном спокойной ночи дорога спокойной ночи лес спокойной ночи песни навязшие у меня в зубах надеюсь мы никогда не сведемся снова спокойной ночи вторая история называется человек из ниоткуда не важно где сейчас живу изначально я приехал сюда ради университета когда я вернулся весь город в котором я вырос просто исчез ни моих родителей ни моих друзей все исчезло никто не слышал о городке сияющий ручей или обитавших там людях теперь там огромное пустое поле на месте где некогда был небольшой городок похоже все считают что так было всегда полагаю его пожрал туман мое первое воспоминание тумане относится к тому периоду когда мне было примерно 12 11 декабря 1986 года на город опустился туман когда он исчез окружающие чувствовали что-то неладное но никто не мог сказать что именно в том числе и я помню как мой родной брат эре вернулся из армии домой а все думали что он рехнулся он искал жену которая у него никогда не было или я просто забыл ее я же был в том году в тумане он перерыл свою тачку наш чердак вообще все чтобы найти свидетельство о браке единственное что у него было это обручальное кольцо через семь месяцев тари покончил жизнь самоубийством перед этим он сильно поссорился с матерью и отцом он настаивал что родители знают о его жене но не помнят как и случае с фрэнком дядей который якобы у нас был свою очередь родители настаивали на том что терри болен психозом и что ему нужна медицинская помощь в нецензурной форме терри посоветовал медицинскую помощь им самим и уехал больше о нем ничего не было слышно до тех пор пока в дверь нашего дома не постучал шериф рассказавшая о его находке я помог матери изучить вещи оставшиеся от терри у него были блокноты и книги по истории сияющего ручья в каждой карты и фотографии одна штука показалась мне странной фотография на ней был изображен грузовик на одной стороне которого читалось сияющий ручей спиртоводочный завод 1960 год 1960 обведено на тыльной стороне фотографии выцвершими чернилами написано почему это место никто не помнит почему я помню фотография надолго оставила какую-то тревожность неопределенность одно воспоминание они иногда вызывало у меня панику затем в 1991 году снова опустился туман припоминаю перед туманом я изо всех сил пытался что-то вспомнить вне зависимости с какой силой я пытался я не смог вспомнить то что старался не забыть и вновь все отмечали странные ощущения которые оставались после тумана помню отец рассердился когда я предположил что кто-то снова рехнется и начнутся разговоры о никогда не существовавших людях это как он рассердился думаю в глубине души он знал что они существовали что что-то забрало их он просто не мог признаться себе в этом несколько дней спустя из флориды прилетел ларри виндер утверждал что вернулся с каких-то деловых переговоров еще нес что он чей-то сын но никто не помнил ни его они его родителей не дома которого у него никогда не было в действительности никто не помнил чтобы встречался с ним лари ушел а позже вернулся попытавшись засудить городские власти он был убежден что все это сложная схема разработанная чтобы обманом лишить его собственности однако суд вынес решение в пользу сияющего ручья осенью 1992 года лари виндер был застрелим помощником шерифа после того как открыл стрельбу из винтовки на собрании в мэрии об этом тоже никто не вспомнил 1993 году я переехал поступив университет обернулась так что мне слишком понравился город в котором я учился я остался там и после окончания университета в 1997 году в этом же году я вернулся домой на рождество автобус подбросил меня на какую-то удаленную остановку где казалось даже макар телят не гонял я спросил у водителя разве это остановка у сияющего ручья на что получил ответ что в его списке такой остановки нет и эта остановка посредине где моя я уболтал его высадить меня на следующей остановке после чего я взял на прокат машину и поехал прочь от города по таким хорошо знакомым дорогам однако когда я достиг поворота на сияющий ручей поворота не было как и дороги вообще ничего только бескрайнее пустое поле укрыто нескончаемым туманом я просил всех в городе о сияющем ручье никто не слышал о таком месте не знаю как или почему но теперь я человек из ниоткуда спасибо всем за прослушивание да конечно история не шедевр но мне почему-то вот нравится вот эти небольшие истории с реддита они имеют какую-то такую свою изюминку и если допустим тот же сеттинг с и пропавшим городом развивать можно было бы сделать очень неплохой объемный рассказ или даже может целую повесть еще раз всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки присылайте свои истории делитесь данными историями и обязательно еще увидимся